Здравствуйте! Сейчас мы рассмотрим с вами, как вставлять страницу с видео в ваш учебный курс. Видео это очень мощный элемент обучения. Включим для начала режим редактирования. Вы хорошо знаете, что такое редактирование. Эта возможность есть только у преподавателя. Следующий шаг. Вы должны уметь добавлять элемент или ресурс в нужный раздел курса. Допустим, это будет в конце. Нажмем на эту кнопку «Добавить элемент или ресурс». Он называется «Страница». Я уже отметил его, как мой частый элемент или ресурс. Но вы можете быстро найти его здесь и написать «Страница». Вот этот ресурс «Страница». Нашли. Что делать дальше? Дальше нужно дать то название, которое ваши слушатели увидят в вашем курсе. Оно должно быть понятным. Вот, например, таким. «Присоединение газопроводов без снижения давления» и так далее. Вы должны четко дать ему название. Следующее действие – это в содержании страницы нужно поставить курсор. Вот этот моргающий курсор в то место страницы, где будет ваше видео. Почему это важно? Если у вас здесь какой-то текст вверху размещен, то курсор должен быть именно в том месте, где после текста будет показано это видео. Итак, курсор. Но можно и без текста. Следующий шаг – это знать кнопку под названием «Вставить или отредактировать видео». Запомним эту кнопку для вставки видео. Вам необходимо открыть вкладку. Вот это называется «Вкладка» в браузере. Еще одно слово, которое вы должны знать. «Браузер» – это программа для просмотра страниц, сайтов, ютюба, каких-то текстов. Эта вкладка у меня уже открыта. Чтобы открыть эту вкладку, я нажал сюда по плюсику. Появилась новая вкладка, и там открыл ютюб. Используя строку, адресную строку, и там открыл ютюб. Там в поле запроса нашел какой-то ролик. Закрою эту вкладку по крестику. И вот я нашел какой-то ролик в ютюбе. Мне нужно отсюда взять URL – адрес. Есть два пути. Или в адресной строке кликнуть по этому адресу, и правой кнопкой скопировать его. URL – адрес. Или правой кнопкой мыши вызвать меню, в котором есть строка, копировать URL или адрес видео. Вот два способа. Все. Теперь в буфере, то есть в памяти компьютера, записан адрес этого видео. Как пример. Вернуться на нужную вкладку, где мы... Дальше очень важно открыть вкладку «Видео». То есть это будет у вас видео. Как видим, тут есть поле, в котором нужно вставить правой кнопкой мыши этот адрес URL источника видео. Осталось нажать внизу кнопку «Вставить медиафайл» и прокрутить вниз «Сохранить и показать». Все. Теперь, если страницу с этим названием откроет ваш слушатель, он увидит этот прямоугольник с треугольной кнопкой для воспроизведения видео. Что еще здесь важно отметить? Вот эта вот кнопка вызывает блоки, один из них – «Настройки». Есть и другие блоки. Вот блок «Настройки» позволяет редактировать настройки вашей страницы. Прокрутите вниз и в настройках «Выполнение элемента курса» поставьте меточку «Отображать элемент курса как выполненный». При выполнении условий, что он просмотрит этот элемент, чтобы он считался выполненным. И тогда вы, как преподаватель, будете знать, смотрел он это видео или нет. Кнопка «Сохранить и показать» покажет вам страницу, которую вы подготовили. Кнопка «Сохранить и вернуться в курс» сохранит вашу страницу. И вернет вас в ваш курс. Проверяем. Вот страница, которая была создана. Ее название и ее содержание. И вот этот прямоугольничек, который покажет, смотрел этот ресурс обучаемый или не смотрел. Просмотрите это видео еще раз и повторите в своем курсе. И все у вас получится. Спасибо за внимание.